всем привет меня зовут катя вы в моем рукодельном дневнике сегодня 15 июля день рождения моего канала сегодня ему исполняется 5 лет и в честь такой даты я решила разыграть три конфетки 3 рукодельные конфетки для любителей вышивки и наверное не только но прежде чем мы уважаем увидим через рандомайзер кто же выиграл эти три конфетки я хочу немножко с вами поболтать о том как я пришла к своему каналу как за пять лет что-то менялось на нем вообще что-то ли в моей жизни изменилось с появлением канала ну во первых пришла я к видению канала наверное под какой-то волной вдохновение от появившийся в моей жизни страничке рукодельного ютьюба да я буквально случайно наткнулась на видео тогда еще катрин к оля хобби-арт таташа гефка гефки вот эти три блогера были моими первыми чьи видео я смотрела и началось с новогодних каникул с января месяца я в запой пересматривала все видео оли я в запой смотрела видео катринка и к лету я испытала нужду скажем так поделиться своим рукоделием и я сразу решила что это будет вот такой рукодельный дневник где будут какие-то видео зарисовки связанные не только может быть с вышивкой да но есть просто с рукоделием вот и я сразу понимала что это будет без цели заработать на этом без цели там набирать какие-то рейтинги а просто вот большей степени для себя безусловно приятно было за эти пять лет видеть что волна оба волна образно прирастает количество подписчиков что люди пишут мне комментарии что им нравится мое творчество что им нравится моя вышивка и нравится мое творчество я имею ввиду что видео мои видео людям нравится вот для себя все-таки я решала еще такую задачу мне нужно было немножко побороться наверно со своими какими-то внутренними комплексами несмотря на то что я учитель в школе несмотря на то что я все-таки такая относительно скажем так публичная личность точки зрения профессии да что мне нельзя бояться разговаривать мне нельзя бояться там выступает да на публике но тем не менее вот этот вот видео формат он немножко другую за собой ответственность какую-то несет или еще что-то такое поэтому вот таким образом я еще с комплексами такими боролась с собой вот и конечно за пять лет но я наверно ну не все конечно форматы я испробовал не было прямых эфиров я и не разбиралась как правильно вести прямые эфиры у меня наверно слишком мало подписчиков для того чтобы была возможность вести прямые эфиры но это не самое главное я считаю что я однозначно еще не доросла до прямых эфиров вот а из таких форматов как например покупки подарки видео от начала процесс от начала до конца рукодельные недели рукодельные заметки марафоны какие-то вот эти вот видео наверное форматы теги да наверное основные такие я уже попробовала все безусловно одним из любимых форматов остается процесс от начала до конца наверное еще потому что есть возможность какие-то свои такие идеи процессов воплощать именно через вот этот формат например буквально сейчас я вышиваю отдельные вишни на заготовках барабанчик у них две заготовки и у меня такая идея вышить один барабан по открытке отдельной вишни а другой по бесплатной схеме отдельной вишни абсолютно разные ну как абсолютно ну как бы разные барабаны получится даже по цветовой гамме и вот как бы вот я понимаю что это видео будет там буквально может быть на 10 до но тем не менее лично для меня интересен такой формат из стареньких видео на канале можно увидеть такое с обложками на паспорте несколько обложек показываю что еще такое или например один производитель несколько наборов вот вот какие то такие да безусловно есть процессы есть вышивки которые имеют право в единичном скажем случае быть героями видео да если этот процесс большой если это набор большой если он действительно прошел от момента там мои покупки до оформления и там поиска места в моем доме или быть подаренным до кому-то поэтому вот как то как то так я не гонюсь за временем да я просто знаю что девчонки некоторые не любят короткие видео любят очень длинные я и сама зачастую если что-то делаю по дому люблю включать длинное видео и даже не смотреть а больше слушать но в своем рукодельном дневнике это же рукодельный дневник у меня такой поэтому это вот знаете как зарисовка такая да как прошел твой день в дневнике так и здесь здесь не угадаешь иной раз видео 10 минут на другой раз она может длиться и целый час то есть как как получается техническая сторона момента в этом тоже есть и когда я начинала вести рукодельный дневник я монтировала видео на компьютере через программу sony vegas и ну так продолжалось года наверное два-три точно а потом я мне подарили телефон и я установила на телефон программу видеомонтажа и мне это стало удобнее потому что не нужно постоянно скидывать видео тут же записала тут же смонтировала потом уже как бы скидываешь готовый вариант и размещаешь на данный момент ситуация такая что у меня очень много всего сконцентрировано на телефоне и моей памяти и телефоном чисто физически не хватает и я поняла что мне самой хочется опять вернуться к варианту компьютера где я могу сесть спокойно да и смонтировать видео не боясь того что не хватит места то мне придется что-то урезать что мне придется что-то там чем-то жертвовать и ради объема и качества видеоролика вот поэтому буду искать возможность какого-то видеоредактора для компьютера ну либо каким-то образом буду искать возможности увеличить память на телефоне наверное так это должно выглядеть ну вот какие-то такие моменты очень нравится вот этот вот видеоряд когда идет картинка от первых крестиков до последних когда вот она вот эта вышивка растет на на конвей на основе да на равномерке у меня есть несколько папок с работами которые я просто показывал например в готовых да или в процессах видео отдельно видео по этим работам нет и ну иногда бывает так что ну нет смысла но хочется действительно сделать вот этот какой-то видеоряд конечно надо дать должное безусловно моя семья знает что я веду канал что я снимаю но я до сих пор не могу перебороть себя и снимать в их присутствии я стараюсь это делать в каком-то уединении максимум что я могу это мои могут быть в доме но я обязательно буду в комнате одна и снимать буду без присутствия своих домочадцев не знаю почему какой-то вот такой вот какой-то вот этот вот комплекс наверно у меня еще есть единственное что у меня есть сын и дочь и как-то если сын уже большой и он как-то спокойно дочь маленькая ей 4 года она любопытная и в последних видео вы можете слышать да и видеть эту маленькую хулиганку которая то комментирует то вопрос издает то просто свои руки шаловливые в видеокадр пускай же в этом есть свой плюс потому что дети дети особенно наши современные дети они очень быстро ловят все это и я считаю что в их поколении это очень полезная штука уметь разговаривать уметь снимать уметь монтировать уметь быть полезным вот через такой формат блогерство надеюсь что я тоже полезно что есть какие-то идейки которые вы себе записываете берете да или может быть я вдохновляю вас на свои какие-то идеи я думаю что это хорошо это тоже такая плюс в какую-то карму да все я вам видите уже 11 минут наболтала поздравляю себя поздравляю вас моих подписчиков моих подписчиков которые со мной с первого дня и те которые пришли буквально сегодня добро пожаловать надеюсь что вам здесь будет нескучно у нас жара невозможная просто невозможная духота и жара я сижу в своем доме сегодня у меня локация в прихожей где лестница на второй этаж я как-то уже говорила что я надеюсь что когда-нибудь на втором этаже появится моя такая небольшая мастерская куда я принесу всю вышивку весь свой скрабукинг лоскутное шитье и буду там творить пока я творю во всех углах своего дома но слава богу спасибо моей семье они меня во всем поддерживают помогают приступим к розыгрышу трех конфеток посмотрим кому же они достанутся давно не снимала на штативе достала свой штативчик и буду снимать на штативе итак сегодня у нас 15 июля 1437 и мы выбираем с вами трех победителей моей конфетки я открыла рандомайзер можно сказать один из первых которые вы выскочил мне в поисковой системе открыла видео где участницы конфетки оставляли комментарии 10 участников у меня получилось очень даже неплохо если посмотреть статистику 116 просмотров 22 комментарии из них это 10 участников да ну здорово 12 лайков я не очень как бы привязана ко всей этой статистике но просто иногда интересно опять же ради статистики посмотреть как это вот и так копируем ссылку видео вставляем в рандомайзер и так загрузить данные вот видите здесь да прям даже показывает подписчиков 353 подписчика классных вот ищем победителя так так вот мне показывает ой как интересно так мне показала так 22 комментария так выбрать случайно комментарий давайте попробуем чтобы не томить вас не задерживать пусть это будет так выбрать случайно комментарий так 1 о ольга обор него значит хочу конфетку люблю риолис у вас увидела поющие коты и такса рада что наш нашла канал наших вышивальщиц отлично ольга значит вы получаете первую конфетку это будет первая конфетка из обзора я сейчас не знаю попробую конечно ставить фотографию какую конфетку конкретно вы выбрали какую конфетку вы получите но это идем дальше это была первая так закрываем идем дальше вторая конфетка анна некрасова катерина добрый день хочу конфетку и сразу вспомнилась ваши флажки с ребятами с нашего двора тридисканция также прекрасно анна я вас поздравляю действительно ребятишки с нашего двора это одна из моих любимых работ моих проектов ну и тридисканция безусловно и так сохранила я принскрин второго победителя закрываем и идем дальше выбираем 3 победителя федор гофман на самом деле это не федор гофман а таня таня в девичестве гофман сейчас она романченко таня не просто мой подписчик она еще и мой земляк можно так сказать мы живем с ней в одном районе только я в селе она в райцентре она родом из села где родился мой муж поэтому вот мы очень хорошо друг друга знаем с детства мы еще и коллеги она тоже педагог поэтому тане я очень рада что ты выиграла придется встретиться с тобой наверное на твоей малой родине чтобы передать себе конфетку катюша привет смотрю все твои видео потрясающие работы очень хочу твою конфетку романченко таня все знаете такие моменты очень радует я прямо у меня несколько лет подряд были такие интересные казусы одну конфетку выигрывала девочка из пашина новосибирска у меня с пашина тоже очень много таких воспоминаний очень добрых и мои друзья передавали ей конфетку вот в прошлом году ира выиграла из новосибирска и то есть какие-то такие вот моменты приятно очень приятно спасибо большое всем за участие за добрые слова за комментарии я очень рада что у меня держится стабильная такая цифра и маленечко каждый раз прирастает и прирастает и прирастает на моем канале все-таки в такие моменты понимаешь что наверное наверное не зря не зря ведешь свой рукодельный дневник он дает какие-то вдохновляющие творческие силы для для моего творчества вот большое всем спасибо я обязательно сейчас спешусь со всеми девчонками чтобы как можно быстрее отправить передать конфетку и порадовать вас и так мы с вами разыграли три конфетки и я надеюсь что девчонки смотрят это видео я надеюсь что они увидели себя и порадовались тому что они выиграли мы обязательно в контакте или здесь под видео спишемся каким образом я отправлю доставлю вы выигранные конфетки и я приглашаю вас не теряться смотреть мои видео я планирую на новый год тоже разыграть маленькую конфетку и и безусловно через год как всегда в день рождения моего канала обязательно здесь встретимся и кого-то из моих подписчиков одарим приятностями рукодельными все всем здоровья всем благополучия всем находить время на любимое хобби и шустрые иголочки ровных крестиков и пока пока и